5 августа в Центре культуры и молодёжной политики прошло памятное мероприятие «Страницы истории». Его посвятили первостроителям города и ветеранам Смоленской атомной станции. Началось мероприятие с демонстрации исторических фотографий Ясногорской и Атомной станции. На них вновь оживали весёлые и счастливые лица молодых парней и девушек, заложивших первый камень в основании города. Ветераны смахивали слёзы, узнавая свою молодость и дорогие сердцу места. С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы Десногорска по социальным вопросам Александр Новиков. Он поблагодарил председателя Совета ветеранов Смоленской атомной станции Раису Злокоманову и председателя Совета Десногорской городской общественной организации по поддержке пострадавших от чернобыльской катастрофы Тольята Мамедова за инициативу организаций таких встреч. Организовав эту встречу, мы хотели дать ещё раз всем нам возможность вспомнить, как город строился, как он развивался, каким он становится сейчас и каким он должен становиться в дальнейшем, потому что он должен жить и развиваться. Со словами благодарности ветеранам-первостроителям выступил заместитель начальника управления информацией и общественных связей Смоленской атомной электростанции, руководитель приёмной Общественного совета Росатома в Десногорске Михаил Хоботов. Дай Бог вам всем здесь, находящимся в этом зале, в первую очередь здоровья, богополучия. Спасибо вам за тот ваш самотверженный труд, те, кто строил город. Своими воспоминаниями о городе поделились ветераны-первостроители Юрий Бажул, Владимир Леуткин и Валерий Куприн. При строительстве Десногорска и атомной станции они стали свидетелями как радостных, так и драматичных моментов. Один из драматических ситуаций, которые были здесь в городе, это когда выселяли населённые пункты, которые попадали в зону затопления водохранилища. Конечно, было жалко осмотреть на слёзы людей, которые уезжали из своих насиженных мест. Это, конечно, было неприятно. Но, с другой стороны, когда появилось водохранилище, когда начали, вводились объекты, это была радость. Ну и, конечно, самая большая радость – это пуск первого энергоблока. В завершении мероприятия присутствующие вспомнили героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В знак благодарности около ста ликвидаторам были вручены медали в память ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.